Владимир Владимирович, я 2 декабря буду голосовать за Владимиру Россию, за вас. У меня таких, как я, странея, наверное, много. Надеюсь. Мы все проголосуем за вас. Спасибо. Вам придется еще поработать немножко. Человек-то вы молодой еще. А проблем государства хватает. У меня вот такой вопрос. Значит, стать президентом на третий строк, Конституция не позволяет. Вы сами-то не одностарно говорили. А с кем же? Как вас зовут? Виктор Александрович. Виктор Александрович, у нас вообще в стране давняя застарелая проблема, которая называется отчуждение власти и граждан, и людей. Недоверие граждан к органам власти. Так было и в царские времена, так было и в советские. Вот я сейчас говорю в советские. Мы привыкли говорить в советские времена. Почему? Потому что мы считали все, что советы – ключевое звено власти прежней. На самом деле ведь это было не так. Советы – вспомогательная была ветвь власти. А по сути это была партийная власть. Потому что основные решения принимались где? В горкомах, в райкомах, в обкомах, в ЦК. Кто видел этих людей? Никто никогда. Только по телевизору. В газетах, правильно. Значит, сегодня ситуация кардинальным образом поменялась. И сам факт того, что мы с вами здесь сидим и говорим на все эти темы, наверное, лучше этому доказательства. И все-таки многое из негативных примеров демократического устройства, к сожалению, было перенесено и на нашу почву. Достаточно вспомнить начало 90-х. Обещали одно, сделали совсем другое. Обещали, что будет благоденствие в течение двух-трех месяцев. Получилось всеобщее обнищание. Получилась ваучеризация. Возникли олигархи за счет миллионов людей, накопивших миллиардные состояния. Довели до гражданской войны. Поставили вообще страну на грани развала. И, конечно, мы все это помним, люди это знают. И недоверие к власти имеет место быть. Теперь, что же такое единая Россия? Является ли она идеальной политической структурой? Конечно, нет. Конечно, нет. Там нет пока устойчивой идеологии. Что такое? Устойчивых принципов, за которые подавляющее большинство членов этой партии готовы бороться и положить свой авторитет. Но, к сожалению, пока только таких единых установок идеологических в партии нет. Но, тем не менее, она близка к власти. На региональном уровне, к губернаторам, на федеральном, к правительству и к президенту. А к таким структурам, как правило, стараются примазываться всякие проходимцы. И часто им это удается. Цель у таких людей не благо народа, а личное обогащение. И, конечно, такой деятельностью они только компрометируют власть и саму партию. Возникает вопрос. А зачем тогда мне нужно было возглавлять список Единой России? Да, вот я хочу. Да, вот. Да потому, что лучше все равно у нас ничего нет. Это первое. Второе. Конечно, нужно еще время для того, чтобы и эта структура росла, чтобы она укреплялась. И, наконец, очень важно. Это то, что если что-то и удалось сделать в последнее время, а кое-что удалось, иначе мы бы с вами сегодня сидели, и вы бы не говорили о том, что вы с опережением графика выполняете такие масштабные задачи. Значит, кое-что удалось. А если это удалось, я вам, вот я вам говорю, что это в значительной степени удалось только потому, что я опирался в своей практической деятельности на Единую Россию в парламенте. Потому что там была консолидированная сила, которая помогала мне не только принимать решения, но и проводить их в жизни. И, наконец, самое главное. Ведь, понимаете, эти люди, которые там работали в течение предыдущих четырех лет, они приняли ряд решений и законов, связанных, кстати говоря, вот вы сейчас про ипотеку сказали. Откуда взять ипотеку? А я ответил, потому что масштабные задачи в сфере развития инфраструктуры. Значит, рабочие места в той сфере, в которой вы работаете, будут обеспечены и гарантированы. Но так вот там, в Единой России, как раз принимались решения, что один из приоритетов – это как раз развитие инфраструктуры. Там же, в Единой России, принимались решения по так называемым общенациональным приоритетным проектам – развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Там же принималось решение в Единой России, по сути, там же, о развитии обороноспособности и о планах переоснащения вооруженных сил. Они же, по сути, приняли трёхгодичный бюджет на ближайшие три года, где всё это прописано, каждая строчка. Проходило это в трудной борьбе с правительством, несмотря на то, что это считается партией власти. Каждая цифра выверена и просчитана. Вот стоит только прийти туда тем, кто скажет, мы знаем, как сделать лучше, и всё это может посыпаться. Понимаете? Вот это меня больше всего беспокоит. И именно поэтому я, несмотря на все издержки, в том числе для себя лично, я понимаю эти издержки, я тоже вижу, всё-таки принял решение возглавить список Единой России с тем, чтобы убедить людей проголосовать за эту партию и помочь сформировать большинство в Государственной Думе, которое считало бы себя единомышленником с исполнительной властью, с правительством. А, кстати говоря, Государственная Дума напрямую влияет на формирование правительства, потому что Государственная Дума либо соглашается с предложением президента по кандидатуре председателя правительства, либо отклоняет её. И вот если мы добьёмся такого единства между исполнительной властью и законодательной, тогда у нас есть с вами все шансы реализовать те планы, которые сейчас прописаны в принятых законах. Но что касается меня лично, то могу вам сказать, что здесь, вы знаете, у нас испокон века, как говорили, победа не за тем, за кем сила, а за кем правда. И это на самом деле имеет глубокий смысл. Вот если люди проголосуют так же, как вы, за Единую Россию, список, который я возглавляю, это значит, что в принципе подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня. В какой форме я это сделаю, я пока воздержусь от прямого ответа, но различные варианты существуют. И если это произойдёт, произойдёт вот тот результат, на который я рассчитываю, то у меня такая возможность появится. А вам за то, что вы хотите проголосовать за Единую Россию, спасибо. Вопрос о патриотическом воспитании молодёжи. На самом деле это разговор о самом главном, о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь. Как показывает в том числе и наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера жёсткой конкуренции. Порой объект открытого информационного противоборства. Не хочется говорить о агрессии, но противоборство – это точное. И уже точно хорошо сорежиссированные пропагандистские атаки. И это никакие не фобии, ничего я здесь не придумываю, так оно и есть на самом деле. Это одна из форм конкурентной борьбы. Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная реальность. Так же, как борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и наши страны. И мы знаем, как искажение национального, исторического, нравственного сознания приводило к катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду, в конечном итоге решению суверенитета и братоубийственным войнам. Нельзя создать здоровое общество, благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый сам за себя», следуя примитивным инстинктам нетерпимости, эгоизма и иждивенчества. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм, это уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям наших народов. В нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее. Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе. Какие темы и вопросы хотел бы сегодня обсудить? Первое – это формирование системы ценностей у молодёжи, того нравственного фундамента, на котором, собственно, и строится всё здание закона, политической культуры и госуправления, и из которого вырастает общество сознательных и ответственных граждан. В современном мире дети учатся не только в школе. От того, что они видят, слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в целом. Считаю, что обоснованные требования к рекламе, к работе средств массовой информации, к интернет-контенту, к сетям распространения печатной и видеопродукции должны стать объектом серьёзного повышенного внимания общественности и законодателей. И сразу скажу, всегда был против какой-либо идеологической цензуры. Она не только ограничена, это убивает творчество и развитие. Речь о другом – о чётких правилах и ответственности, а также о приоритетах и принципах культурной политики. Мы в последние годы много делаем по линии так называемой грантовой поддержки различных направлений, скажем, в кинематографе, по другим направлениям. Но это и есть, собственно говоря, возможность организовать так называемый госзаказ. Но если государство платит за что-то, то оно вполне вправе и ориентировать, во всяком случае, тех, кто эти деньги от государства получает, на необходимость соответствующего конечного продукта. И, конечно, важнейшая задача как государства, так и общества – оградить детей от порнографии, пропаганды насилия, жестокости, аморального и непристойного поведения. На этот счёт в последнее время уже принят целый ряд решений. Конечно, очень бы хотелось услышать, ваше мнение, уважаемые коллеги, не перебираем мы или недорабатываем мы в чём-то. И вообще ваши соображения о том, как нужно двигаться по этому направлению дальше. Второе – это совершенствование нашей образовательной политики. Справедливо говорят, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. Настоящий патриотизм – тот, кто знает, как и чем он может служить своему Отечеству. Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя. Сегодня это значит быть готовым отдать свои знания, свои умения своей стране завтра. Вернуть безусловную ценность качеству образования, убрать всё то, что искажает мотивацию к настоящей учёбе, подрывает веру в ценность знаний, в талант, справедливость, в способности образования служить базовым социальным лифтом. Это необходимые условия для нашего национального развития. Именно о воспитательной роли системы образования тоже предлагаю сегодня поговорить отдельно. А также о современных подходах к преподаванию таких базовых предметов, как история, русский язык, литература, культура народов России, основы традиционных религий нашей страны. Третье. Отдельная тема – это всё, что связано с военно-патриотическим воспитанием. В полной мере это относится и к воинской подготовке молодого поколения, к повышению общественного престижа воинской службы. Считаю, что вопрос о подготовке молодёжи к военной службе, особенно воспитание будущих офицеров, требует от нас самого пристального внимания. И будем всемирно развивать систему кадетских корпусов, суворовских училищ, а также поощрять деятельность организации по допризнанной подготовке. Четвёртое. У страны нет будущего, если её граждане, особенно молодёжь, наполевательски относятся к собственному здоровью. Мы часто задаёмся вопросом, о чём мы так живём? Мало. Почему у нас такая продолжительность жизни не высокая? Конечно, прежде всего, социальный вопрос. Но и пропаганда здорового образа жизни, отношения к своему здоровью, играет не последнюю роль. Не последнюю. И в заключение хочу сказать следующее. Мы рассчитываем на молодых граждан России. Разумеется, мы рассчитываем на молодых граждан. На кого ещё рассчитывать? Будущее за ними. На их идеи, энергию, амбиции, желание добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда кто-то устроит получше, а работать и добиваться успеха. Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это прежде всего дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу. И об этом никогда нельзя забывать. Обсуждение – чрезвычайно важные для нашей страны проблемы. И оно настолько многообразно. В разных выступлениях звучали все эти составляющие. Это образование, дополнительное образование, это работа в связи с массовой информацией, это армия, религиозные организации, это здоровье, это спорт и так далее и тому подобное. Всё так или иначе связано с патриотическим воспитанием. У нас в чём проблема? Что произошло? У нас действительно 20 лет никто этим не занимается. А что произошло? В советское время занимались идеологические подразделения КПСС. И они пронизывали всю государственную структуру сверху донизу. И это было одно из определяющих направлений деятельности партии. Но это всё было в высшей степени идеологизировано. Сегодня у нас нет монополии на идеологию, но нас вместе с водой и ребёнком выплюснули. Нас вообще перестали заниматься патриотизмом. Просто совсем никто этого не делает. В Российской империи это делало церковь. Это делали и православные священники, это делали исламские священники. Сегодня у нас церковь отделена от государства. Значит, и церковь эта в прямом смысле вот так вот широко, то есть она занимается этим в значительной степени, но не имеет поддержки со стороны государства. И в результате никто, по сути, системно этим не занимается. И вот это самая главная проблема, потому что людей, настроенных патриотически, понимающих важность этой работы, много, но она у нас не структурирована. Вот это самая главная проблема. Мы как бы до сих пор, я вот хочу это подчеркнуть, здесь уже некоторые коллеги говорили об этом, даже стесняемся этим заниматься. Поливать своё отечество дерьмом, здесь всё, пожалуйста, это считается достоинством. Все, ну не все, но многие делают это с удовольствием. И это, о, какая вот позиция крутая, о, как человек ничего не боится, вот как он может. А чего бояться-то? Сейчас не тридцать седьмой год, за это ничего не бывает. Но я хочу что сказать, что эта работа, она непростая. И самая главная засада, самая главная опасность этой работы, если она будет формальной. Она тогда убьёт конечную цель нашу на корню с первых шагов, так, как это, к сожалению, в известной степени произошло и в почившем в Бозе Советском Союзе. Ведь люди настолько устали от пропаганды тупой, прямой, что они перестали ей доверять. А в этом деле очень важно, здесь уже говорили об этом, честность, открытость и, в конечном случае, эффективность. Чрезвычайно важная вещь. Если мы не добьёмся вот этого состояния работы по этому направлению, результат будет нулевой, либо отрицательный. Шаблон в этой работе абсолютно недопустим. Он контрпродуктивен. Но заниматься этим делом, патриотическим воспитанием, могут только умные люди, я хочу это подчеркнуть. Такие люди, которые хорошо образованы и понимают, к чему приведёт отсутствие такой работы в целом. Каким тяжёлым последствием для Отечества и для нашего народа приведёт вообще всякое отсутствие патриотической работы. Но делать это нужно талантливо. Вот это важнейшая составляющая работы по патриотическому воспитанию. И снова здравствуйте. С вами опять я, Токалин Вениамин Николаевич. Сегодня у меня, как вы видите, очень интересный будет комментарий. Вот, да, кстати, сегодня у нас какое число-то? О, что-то не показывает нифига. Так, да, 15 апреля 2015 года. И моё обращение будет, непростое, моё обращение будет к нашему президенту, так называемой Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину. Вот я официально так вот к нему сейчас вот обращаюсь. То есть обращение открытое будет, естественно, то есть оно будет для всех, и все могут его увидеть. Но мне хотелось бы, чтобы определённые люди довели это моё обращение до самого президента Путина. Вот вы посмотрели два ролика в исполнении самого Путина. Вот. Они небольшие, эти ролики. И я их должен прокомментировать в обязательном порядке. Путин, вот сейчас передо мной первый ролик, где Путин встречается с красноярскими автодорожными рабочими. И он здесь произносит определённые вещи. Вот эти вещи мы сейчас с вами будем обсуждать. Вот я не буду вступление там, как-то самообсуждать, где вот этот вот рабочий что-то там к нему обращается. Я буду говорить о том, что... Я буду комментировать то, что говорит сам Путин. Вот. Значит... Так вот. У меня давняя застарелая проблема, которая называется отчуждение власти и граждан. Застарелая проблема? Он говорит о застарелой проблеме, отчуждении власти от народа. И он говорит о том, что это было и при нём есть, и так же было при Советском Союзе. То есть, получается, вот он назвал то вопрос, который он сейчас обсуждает, он назвал проблемой. А что такое проблема? Что такое проблема? Естественно, он не знает. Потому что проблема – это неправильно сформулированный вопрос. Вот он формулирует этот вопрос сейчас, но... И он его формулирует неправильно. Проблема – это когда начинаешь решать вопрос, и он поддаст, даёт тебе всё больше, 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 больше вопросов. Ты один вопрос решаешь, и следом возникает следующий вопрос. В этом отношении очень хорошо сказал Карл Маркс. Он создал гениальнейшую формулу. Он сказал, формулировка вопроса – есть его решение. Гениально! Но он сам этого не понял. Вот так же Путин не понимает того, что он делает. Он не понимает того, как можно решить банальнейшим образом все вопросы. То есть, правильно их сформулировать. И вот здесь, но это не моя, так сказать, тема сегодняшняя. Моя сегодняшняя тема, другая немного. Недоверие граждан к органам власти. Вот, недоверие граждан к органам власти. Так было и в советские, вот я сейчас говорю в советские, мы привыкли в советские времена. Вот он говорит о советских временах. Почему? Потому что мы считали все, что советы – ключевое звено власти прежнего. На самом деле это было не где, а в горкомах, в райкомах, в обкомах, в ЦК. А вот сейчас интересно, где все это решается. Вот я сейчас приостановлю этот вопрос, приостановлю течение этого ролика. Вот он говорит, что давным-давно в советское время решали вопросы где? В горкомах, в обкомах, в ЦК и прочее. А где сейчас-то эти вопросы решаются? Он прямо здесь говорит, что все эти вопросы решаются в партии «Единая Россия». И также в правительстве, и также им вопросы решаются непосредственно. То есть, он хочет сказать, вернее, он уже сказал, высказал, вы видели это. Он говорит, что вы где видели этих людей? Нет, не видели. А вот он вот перед нами всегда. Но перед нами не было возможности иметь интернет. У нас тогда, в то время, в советское время, не было компьютеров. И мы не имели возможности делать вот такие записи, как он сейчас вот выступает. То есть, он хочет сказать, что решения вопросов принимали никому неизвестные люди. А вот он, вот он, пожалуйста, вот он. А какие решения вопросов он выносит? Какие вопросы он выносит и какие решения он принимает к этим вопросам? А ведь это тоже интересно. Формулировка вопроса, есть его решение. Вот как ты вопрос сформулировал, так ты его решил. Но идем дальше. А то мы так и погрязнем в пояснениях этих во всех. Только по телевизору. Вот только по телевизору, говорит, можно было видеть. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Мы с вами здесь сидим и говорим на все эти темы. А вот мы сейчас, говорит, сидим и говорим. Но все-таки много из негативных... Частный вопрос. Он сидит здесь с рабочими? Да? Вот он приехал куда-то и сидит с рабочими. И он говорит, но мы-то видим его только в записи. Как по телевизору. То же самое. К примеру, в демократическое устройство. Вот демократическое устройство. Ну, при чем здесь демократическое устройство? Обещали одно, сделали совсем другое. Ладно, едем дальше. Поставили вообще страну на грани развала. И, конечно, мы все это помним, люди это знают. И недоверие к власти имеет место быть. Теперь что же такое Единая Россия? Вот. Является ли она идеальной политической структурой? Вот. Конечно, нет. Вот. То есть, партия Единая Россия, сам Путин заявляет, что она не является идеальной структурой. Почему? Да потому что там тоже не умеют решать проблемы так называемые. Они не умеют формулировать вопросы, которые дали бы им ответы на их эти, дали бы решение на эти вопросы. Идем дальше. Конечно, нет. Там нет пока устойчивой идеологии. Вот. Вот. Вот здесь, что самое главное для меня, для меня, я всегда об этом говорю. Путин сказал, что партия Единой России не имеет идеи. И что она еще у нас не имеет? А мы сейчас послушаем. Что такое? Устойчивых принципов. Во! Партия Единой России не имеет идеи и не имеет принципов. То есть, что такое партия России? Безидейное и беспринципное соединение какое-то. Вот. Объединение. Чего? А кто там в этой партии Единой России? Да все богатые собрались, Елки Зеленые, для того, чтобы занять места в Государственной Думе. И так дальше идем. Которые подавляющее большинство членов в этой партии готовы бороться и положить свой авторитет. Вот. Бороться. И кто борется у нас в Государственной Думе? А никто не борется. У нас в Государственной Думе поднимает руки тоже так же, как проговорили про Брежнево. А да прям. А да прям. Идем дальше. Ну, к сожалению, пока только таких единых установок идеологических в партии. Но, тем не менее, она близка к власти. На региональном уровне с губернатором. Вот. Партия Единой России близка к власти. Поэтому она и имеет всех богатеев. Все богатеи туда, 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 туда в партию Единая Россия. Ура, да здравствует партия Единая Россия. А в чем? Чем богато? Идеи нет? И принципов нет? Вот как ты не обзови? А ведь он обозвал, что устойчивые идеи, устойчивых принципов. Как ты не говори? Если ты имеешь с одной стороны правда, с другой стороны ты имеешь ложь, отошел от правды, получил что? Не правду. Переходим на сторону лжи. От лжи отошел в сторону и получил не ложь. Но не ложь. Это та же самая неправда. То есть, я прихожу к выводу, что жить-то надо на правде. Причем, правда имеет корень слова прав. Право. Править. Управлять. А управлять-то у нас никто не умеет. Вот интересно, издревле в России всегда в русском языке было такое понятие. Править. 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 Это всегда понималось как выправлять. Выравнивать. Выравнивать. То есть, если подойти сейчас к этому пониманию, пониманию с математической точки зрения, то у нас получается это функция линейная. А что такое функция? А функция в переводе с латыни значит деятельность. Вот вам маленький такой анекдот. Вот. Приходит мужик. При шляпе, при галстуке в баню. Подходит к продавщице билетов и спрашивает, у вас баня функционирует? Она говорит, что? Он говорит, я спрашиваю, баня функционирует? Она говорит, я не понимаю, что вы говорите. Он говорит, баня у вас работает? Она говорит, конечно работает. Он говорит, ну тогда дайте мне один билетик в общую. Так вот, функция в переводе с латыни на русский язык значит деятельность. Вот на эту тему деятельности я создал формулу. Я считаю, что эта формула тоже гениальная формула. Деятельность пропорциональна отношению движения и состояния. То есть, деятельность это работа. Работа делится на движение и состояние. Вот я взял, перенёс и положил. Что я сделал? Я посредством движения одно состояние изменил и получил другое состояние. Грубо, для особо бестолковых академиков, я поясняю это так. Приезжает машина на стройку, где строится дом панельный. Подъезжает машина с панелями. Кран берёт панель. Панель имеет состояние на машине. Это состояние фиксация. И он, кран берёт панель, переносит её на дом, ставит её на место. И там её приваривают, там устанавливают. Всё. То есть, движением создаётся состояние. Поэтому не зря называется. Какое у тебя состояние? А состояние создаётся движением. Но, опять же, не буду. Это не сейчас. Это не тема нашей сегодняшней лекции. И так мы пошли дальше. На федеральном, к правительству и к президенту. А к таким структурам, как правило, стараются примазываться всякие проходимцы. Вот, проходимцы, оказывается, примазываются к партии «Единая Россия», примазываются проходимцы. О чём Путин и говорит. Да, там очень много проходимцев. Идём дальше. А цель у таких людей не благо народа, а личное обогащение. И, конечно, такой деятельностью они только компрометируют власть. Вот такой деятельностью они только компрометируют. А чё ж ты, Владимир Владимирович, не приведёшь такую деятельность в определённое состояние? Прекрати это безобразное движение и создай определённое состояние. Создай определённую деятельность. Ладно, идём дальше. И саму партию Возникает вопрос А зачем тогда мне нужно было возглавлять список Единой России? Да Да потому что лучше все равно у нас ничего нет А как это вот лучше нет? Лучше у вас нет Как говорит твой любимый Берлазар Он говорит так У евреев есть такая поговорка Хорошо Это хорошо А разве лучше не лучше? Чисто еврейское Так вот Вместо хорошо и лучше Владимир Владимирович Надо делать правильно Прав Правильно А правильно можно делать только через посредство Линейной функции Не буду Дальше поехали Это первое Второе Конечно нужно еще время для того чтобы и эта структура Росла Чтобы она укреплялась Вот Вот это он произносит в 2007 году О да 13 ноября 2007 года Вот прошло С 7 года По 5 год Ну считай почти 8 лет Сколько еще время тебе надо Владимир Владимирович Для того чтобы привести эту структуру В определенное состояние И каким движением ты собираешься это делать И наконец Очень важно Да То что если что-то и удалось сделать в последнее время Да А кое-что удалось Иначе мы бы с вами сегодня здесь сидели Кое-что удалось Иначе мы бы с вами здесь не сидели Чтобы они говорили о том что вы с опережением графиков Выполняете такие масштабные задачи Значит кое-что удалось А если это удалось Вот я вам говорю Что это в значительной степени Удалось только потому Что я опирался в своей практической деятельности На единую Россию в парламенте Вот на единую Как можно опираться на единую Россию Парла А сейчас он будет говорить очень интересные слова На единую Россию Где собираются Проходимцы Потому что там была консолидированная сила Которая помогала мне не только принимать решения Но и проводить их в жизни Да И наконец самое главное Ведь понимаете Эти люди которые там работали в течение предыдущих 4 лет Они приняли ряд решений Законов Связанных кстати говоря Вот вы сейчас про ипотеку сказали Откуда взять ипотеку А я ответил Потому что масштабные задачи В сфере развития инфраструктуры Значит рабочие места В той сфере в которой В той сфере как раз принимались решения Что один из приоритетов Это как раз развитие инфраструктуры Там же в единой России Принимались решения по так называемым общенациональным Вот Вот он сам себе здесь противоречит Он говорит Там же в единой России Принимались определенные вещи И тут же он Вот сначала он обхаял руководство Советского Союза Я не хвалю руководство Советского Союза Но он его обхаял Он сказал Что решения принимали в горкомах В обкомах Везде Впрочем А сам говорит Что где решения принимаются В единой России Тоже Где? В партии И тоже независимо от народа Вот он сам не понимает Что он говорит то Приоритетным проектом Приоритетным проектом Развитие образования Здравоохранения Сельского хозяйства Там же принималось решение В единой России По сути там же О развитии обороноспособности И о Трехгодичный бюджет Где все это прописано В борьбе с правительством Несмотря на то что Это считается партией власти Вот Очень интересные слова Вот он говорит О борьбе с правительством А ты Владимир Владимирович Кто у нас? Президент А почему ты говоришь О борьбе с правительством? Как может Государственная дума Президент Бороться с правительством? Да выгнать его К чертовой матери Это правительство Нет Путин до сих пор говорит Если сейчас Выгнать Их То кто работать будет? Но смех Да и только То есть получается Бездельники Которые только воруют И их уволить Нельзя Потому что Президент заявляет Если этих уволить То работать будет некому Они что работают? У них только одна мысль Как украсть? Да и получить зарплату Побольше В той же самой думе Каждая цифра выверена И просчитана Да Мы знаем как сделать лучше И все это может посыпаться Понимаешь? О Ага Вот это интересно Вопрос Сейчас Сейчас Вот это меня больше всего беспокоит Только прийти туда тем Кто скажет Мы знаем как сделать лучше И все это может посыпаться Понимаешь? Вот Все что сделала партия Единая Россия Может рассыпаться от того Что кто-то придет И скажет Что мы знаем Как сделать лучше Что же ты построил Со своей партией Владимир Владимирович? Вот что ты скажи Ты что построил Соломенный домик Ниф-ниф и наф-наф? Так получается Пришел волк Дунул И солома разлетелась Деревяшки разлетелись Это партия Единая Россия построила Карточный домик На песке И вот теперь Только и знаем Дрожим Вот придет сейчас Кто-то и скажет Что мы знаем лучше И все Развалится К чертовой матери Все что сделано Партией Единая Россия Как можно так говорить? Надо строить Не лучше По-еврейски А надо строить Правильно Правильно По функции линейной По принципу Линейной функции А линейная функция Кстати говоря Это и есть матрица А матрица Это и есть тираж То есть Матрицы Линейной функции Можно тиражировать Тиражировать Чем печатаются деньги? Матрицы Чем газеты печатаются? Матрицы То есть Тираж создается А попробуйте Тираж сделать Нелинейной функцией Бардак Получается Вот мы В стране Бардака И живем А сейчас Мы Перейдем С тобой К другому ролику Понимаете? Вот это меня больше всего беспокоит И именно поэтому я Несмотря на все издержки В том числе для себя лично Я понимаю Эти издержки Я тоже вижу Вот беспокоит его Только одно Что все что сделано В партии Единой России Развалится Так построй правильно Чтобы не разваливалось Все таки приняло решение Возвавить список Единой России С тем чтобы Сформировать Большинство В Государственной Думе Которая Считала бы себя Единомышленником С исполнительной властью С правительством Кстати говоря Государственная Дума Напрямую Влияет на формирование Правительства Потому что государство Вот Вот опять же Правая рука У него не знает Что делать левая Он сначала сказал Одно Что с правительством Приходится Воевать А теперь говорит Что Государственная Дума Создает правительство Ну правильно С одной стороны Назначает Государственная Дума Назначает Председателя Правительства А зачем Государственная Дума Назначает Такого Председателя Правительства С которым Потом приходится Воевать Ты подумал Что сказал Нет Не подумал Нет Идем дальше Либо соглашается С предложением Президента По кандидатуре Председателя Правительства Вот И вот Если мы добьемся Такого Единства Между исполнительной Властью И Закрадательной Тогда у нас Есть с вами Все шансы Реализовать Те планы Которые Сейчас Прописаны В принятых законах Но что касается Меня лично То могу вам сказать Что Здесь Вы знаете У нас испокон века Как говорили Победа не за тем За кем сила А за кем правда Да Вот так Так ты по правде Работай-то Работай по правде Вот он Высказал слово Правда Но он не понял О том Что в слове Правда Корень слова Прав Править Выправлять Править Если что делает Правит А как оно правит По нелинейной функции Кстати говоря О забыл Путин сам призывает К нелинейности Есть у него Такие Выражения И я не хочу Сейчас это искать Можете мне На слово поверить Можете не верить Но Путин призывает Нас к нелинейности Хотя Сам тут же Вот сейчас Говорит О правде Ну что И это на самом деле Имеет глубокий смысл Вот если Люди проголосуют Так же Так все Переходим К другому ролику Где Путин у нас Говорит О новой Идеологии Вот это Ролик 12 сентября 2012 года То было В ноябре Месяце Воспитание Молодежи Вот Воспитание Молодежи Это Он говорит О О Том Как же мы Все таки Какую Идеологию Должны Внедрять В Советском Союзе Был Главный Идеолог Михаил Андреевич Суслов Суслов И Сам Брежнев Брежнев В некоторый В основном Он говорил так А мы еще Посмотрим Что нам скажет Михаил Андреевич Понятно А Путин Только Руками Размахивает Опа Вот он так Решил А вот это Вот он так Решил А где Идеология И что такое Кстати Идеология А идеология Это есть Идеологическое Идеологическое Идейное Движение А идея А идея Это есть Идейное Состояние А идеологичность Это есть Деятельность Идеологическая Вот идеологической Деятельности У нас У нас Как раз И нет О чем Путин Здесь В этом ролике И говорит У нас 20 лет Никто Не занимается Идеологией А куда Ты смотрел Владимир Владимирович Тебе важно Было Что Только власть А идеология Где Почему 20 лет Я никто Не занимался А ведь Ты президент Председатель В переводе На русский язык Культурное Самосознание Духовные Нравственные Ценности Вот Духовные Нравственные Ценности Ему хочется Теперь А в седьмом Году В седьмом Году Он это Не говорил До него Дошло Только В девнадцатом Году Что нужны Духовные Ценности А что Такое Духовная Ценность Он тоже Не знает Ценностные Коды Это Сфера Жесткой Конкуренции Вот Порой Объект Открытый Информационный Открытого Информационного Противоборства Вот Дожили До того Что Сейчас Единенные Штаты Америки Вступили И нас Заставляют Вступать В информационную Войну Какая бы Это ни была Война Но это Война Это Противостояние Антагонизм Противостояние А в чем Наше Противостояние В чем Этот Антагонизм Вот Американцы Нас Задолбали Своей Это Как ее О Выскочила Из головы Ладно Для России Очень Очень Интересно Знать Кто Пояснит Нам Какое Место Вы Определили Россию Толстобрюхи Толстобрюхи Так Поехали Дальше Целых народов Стремление Подчинить Их Своей воле Навязать Свою Систему Вот Вот Сейчас Сейчас Он скажет Ценности И понятия Да Демократия Американская Демократия Это Их Видимость Их Видимость Как они Эту демократию Видят Они ее Видят В полном Бардаке Вот В чем у них Бардак Вот у них Эти самые Клубы В этих Клубах Девки Голые Вихляются На шесте Это у них Демократия Кого они Воспитывают И вот Путин Задался Этим вопросом Абсолютная Реальность Так же Как борьба За минеральные Ресурсы Ага С которой Сталкиваются Многие страны В том числе И наши страны И мы знаем Как искажение Национального Исторического Нравственного Сознания Вот Нравственное Сознание У них Там В Америке Безнравственность А мы Идем за ними Очень интересно У нас тоже Пришел в клуб И тоже Те же Голые Девки А зачем А что Мы В 64 В 63 Году Я 17 летний Пацан Я ходил В парк На танцы В парк Я ходил На танцы Я не ходил В клуб Где На шесте Висят Голые Девки Не было У нас Такого А почему Не было А потому Что идея Была Совсем Другая А сейчас У ей Партии Единой Россия Идеи Нет Нравственности Нет Ничего Нет Почему У коммунистической Партии Была Идея А у партии Единая Россия Идеи Нет Вот Разница Какая И почему Мы скатились В этот Бардак Владимир Владимирович Сознание Приводило К катастрофе Целое Государство К их Ослаблению Распаду В конечном итоге Вот Ослабление Распад Увести Но Война Требя Создать Здоровое Общество Благополучную Страну Руководствуясь Принципами Каждый Сам за себя Вот так Вот Каждый Сам за себя Каждый Имеет Войну Против Всех А где Общество Вот Общество Общество Говорят Общество Вот наше Общество Какое Общество Вы Там Сидите В партии Вы Там Сидите В правительствах Ты Там Сидишь Президентом Председателем Ты Не знаешь Что такое Общество А почему А потому Что У тебя Нет Помощников Нет Советников Таких Которые Бы Это Знали Вот Он Я Перед Тобой Вот Ты Возьми Меня Главным Идеологом Я Сделаю Тебе Идею Я Сделаю Такую Идею Которой Не Было Даже В Советском Союзе Идеология Будет Ты вообще Знаешь Что такое Идеология Нет А идеология Я уже сказал В своем Движении Но Я приведу Сейчас Совсем Другое Идеология Это Когда В деревню Приезжает Телега А на ней Стоит Киноаппарат И вся Деревня Собирается И смотрит Кино Про Чапаева Как Чапаев Побеждает Беляков И все От Мало До Велика Кричат Наши Это Не твои Наши Это Были Советские Наши Наши Побеждали Белых Наши Побеждали Великую Отечественную Войну Кстати Говоря Которой Скоро 70 лет Победе Наши Побеждали И народ Воспитывался На этих Победах Посредством Идеологии Идейного Движения Ездила Телега И показывала Кинофильм Вот это была Идеология А идея была Коммунистическая Я сейчас скажу Нашу Идею Вот Смысл Жизни Человека Ориентированная Интеллектуальная Деятельность А наша Идея Это Полное Общественное Бессмертие Всеобщее Общественное Согласие Вот она Идея Но Общество Надо построить А как Его строить Вот здесь В этой голове Есть Идея Как Строить Общество И как Производить Эту самую Идеологию Никто Вот ты сейчас Здесь сидишь И просишь Помочь Тебе А ведь Тебя замалчивают Владимир Владимирович Твое Окружение Вот Двенадцатый год Сейчас Пятнадцатый Я только Только Мне прислали Приятели Прислали Мне вот этот Ролик Где он Где он был И почему Его не пропагандируют На телевидении Почему на телевидении Пропагандируют Голые задницы Бабские И почему На телевидении Пропагандируют Пиф-паф Ой-ой-ой Убил человека Говорят Говорят Ты жени Личного Ничего Только Бизнес Вот он Бизнес И на тебя Как на президента Твое Окружение Тоже Не выпускает Тебя Никуда Вот Просишь Идеологию А И замалчивают Почему Замалчивают Я Тебе Уже Сказал Возьми Сними Башмар Постучи По столу И скажи Я вам Покажу Кузькину Мать Нет Ты очень Толерантен Ты все Обходишь Так это По-еврейски Тихо Мирно Толерантно Я против Того Чтобы добро Было С кулаками Как говорят Кулаки Мне Не нужны Я знаю Как Решать Вопрос Правильно В отличие От всего Твоего Окружения Владимир Владимирович Понял меня Вот и думай Над этим Вопросом Как ты живешь Тебя просто держат Твоё окружение Тебя держат Вот ты хочешь А не можешь Не можешь Чем ты отличаешься От этого От барака А ничем Потому что не может Ни тот не может Ни ты не можешь Как же вы довели До такого состояния Страну Мы хотим Ты хочешь Все хотят Но никто не может Говорят Политической воли Не хватает Где твоя Политическая воля Где твоя Партия Единая Россия А ты Отдал Медведеву Медведев там Теперь Числится Не команды Хотел сказать Команды Нет Числится Так же как и ты Числился Только для того Чтобы Засунуть туда В Госдуму Своих людей Чтобы они Провели Закон Который нужен тебе Кстати говоря Зачем ты вынес законы И взял в свои руки Министерство юстиции Генеральную прокуратуру Следственный комитет И ФСБ ФСБ Есть и директор Нет ФСБ Руководит Президент Российской Федерации Министерством Юстиции Руководит Президент Российской Федерации Следственным Комитетом Руководит Президент Российской Федерации Ты что Нахватал Зачем тебе Это поможет Что ли Ни в котах и мере не поможет. Ты в Генеральной прокуратуре взял на себя назначение прокуроров. Зачем? Ты думаешь, что ты прокуроров назначишь правильных? Так убери к чертовой матери Генерального прокурора. Поставь другого. Он там уже мохом оброс. Идем дальше. Вот тебе мои наставления. И возьми меня главным идеологом страны. Я вас научу идеологии. Кстати говоря, я умею. Это не просто. Выпендрёшь. Я умею, я знаю, что это такое. Существование сотен народов и языков на территории России. На котором, собственно, и строится всё здание закона, политической культуры и госуправления. И из которого вырастает общество сознательных и ответственных. Вот если мы общество не построим, то оно не вырастет. Это не дерево, которое растёт, где не придётся. Зёрнышко упало и выросло дерево. Нет. Общество надо строить. А ты этого не понимаешь. Почему? Потому что у тебя нет советников и нет помощников, которые всё это должны делать. Граждан, в современном мире дети учатся не только в школе. От того, что они видят, слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат в обществе в целом. Считаю, что обоснованные требования к рекламе, к работе средств массовой информации, к интернету... Вот средства... Да, кстати, вот интернет. Ага. Тут я прочитал недавно о том, что хотят зарубить порнуху. А почему её до сих пор не зарубили? Почему её до сих пор не закрыли? Почему она до сих пор плавает в интернете? А это вот она тебе, идеология. Мы живём на идее порно. Контенту. К сетям распространения печатной и видеопродукции только ограничено. Это убивает творчество и развитие. Речь о другом. О чётких правилах и ответственности, а также о приоритетах и принципах. О, приоритеты, принципы. Откуда они, принципы, взялись? И когда это кто-то из вас нёс ответственность и что это такое ответственность? Вот было время, когда Черномырдин нёс ответственность, он говорил об этом. Я нёсу ответственность. И что? Сын его разбогател. Вот вся ответственность. Культурной политики. Мы в последние годы много делаем по линии так называемой грантовой поддержки. Ну вот, грантовая поддержка. Вот, грантовая поддержка. Если ума нету, сколько денег не давай, всё равно не хватит. Вот представь себе, что тебе сейчас принесли сто тысяч мешков с долларами. А их осваивать надо. Зачем они так просто будут стоять? Их надо осваивать. И ты говоришь, нам нужны инвестиции. Зачем тебе инвестиции? У тебя силы есть на их освоение? Ты говоришь, да, мы возьмём гастарбайтеров от идиотики чистейшей воды. свой собственный народ, если не осваивает её, никакой гастарбайтер не освоит это ничего. Ты упёрся, построил Сочи. Зачем? Ради чего? Ради того, чтобы там провести какие-то олимпийские игры? На земле кризис. В стране кризис. А мы играем в олимпийские игры, твою, в кандибобер. Это идиотия. Вполне вправе ориентировать во всяком случае тех, кто эти деньги от государства получает на необходимость соответствующего конечного продукта. Вот он, конечный продукт, ага. Сочи конечный продукт. Или это не конечный продукт ещё? А у нас будет ещё чемпионат по футболу? Там кого-нибудь убьют? какого-нибудь вратаря? И между собой ещё подерутся и кого-нибудь поубивают? Вот это спорт. Здоровый образ жизни. Встретились, набили друг другу морду. Фанаты! Ура! Да здравствует Спартак! А-а-а! Болел я в юности. Переболел. Дурацкой болезнью. Конечно, важнейшая задача, как государство, так и общество, оградить детей от порнографии. Во! Важнейшая задача! Ну, так и сдай у Каста. оградит. Вот так. И всё. А чё, ля-ля! Двенадцатый год! И только какой-то суд, я тут информацию повстречал, издал постановление о прекращении показа и там прочего-прочего, всё по порнографии. А что у нас делает президент, а ничего не делает? Так. Слова только произносят. Ля-ля! Пропаганда насилия, жестокости, аморального и непристойного поведения. Вот так вот. В последнее время уже принят целый ряд решений. Конечно, очень бы хотелось услышать, ваше мнение, уважаемые коллеги, не перебираем или недорабатываем или в чём-то. И вообще ваши соображения о том, как нужно двигаться по этому направлению дальше. Да, вот он к коллегам обращается. Как нам решить нравственность? А коллеги сидят и у них мозги не работают. Я предлагаю, что надо делать, а меня не пускают. Это очень интересно. значит, президент просит. Человек говорит, я знаю, как правильно построить общество. А президенту не дают никакой информации по этому поводу. Я пишу в правительство, я пишу в генеральному прокурору, я пишу в министерство юстиции, я куда только не пишу, и все равно, а, да, я пишу непосредственно в адрес президента Российской Федерации. Оттуда, из этого адреса, мои письма отправляются куда только не хочешь. на уровень оренбургского обкома. да, я пишу на имя президента Ельцина, а это письмо раз, и отправили сюда, на имя этого самого нашего управленца здесь у нас в Оренбургской области. Зачем? Ну, это же дурак кто-то, какой дурак до этого додумался? А для того, чтобы президенту не попало. То есть, наши президенты находятся в определенной ограниченности. Информации никакой не имеют. Что делается внизу? А наверху делается идиотизм в основном. Ну, когда-нибудь это лопнет. Второе. Это совершенствование нашей образовательной политики. Вот образовательная политика. Не буду про нее говорить. Это идиотизм. мотивацию к настоящей учебе. Подговорить роли системы образования. Вот, кстати, смотрел сегодня немножко Германа Стерлигова. Вот этот придурок говорит, надо всех ученых поймать и убить их к чертовой матери, потому что они натворили вот это все. А вы, люди, должны жить на земле. И это Гера Стерлигов, который в 24 года был мультимиллионером долларовым. Но за ним стоял дядя. Я не знаю, может, не дядя, но генерал КГБ Стерлигов. И он делал этого Геру Стерлигова. А потом Гера говорит, я обанкротился. Ну, так тебе и надо, дураку, что ты обанкротился. Потому что вторая статья Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет, что каждый действует на свой риск. А, вот, очень даже хорошо вспомнил. А риска быть не должно. Деятельность должна быть безрисковая. потому что доминирующей безопасностью в стране должна быть безопасность правовая. Зачем у нас КГБ было? Зачем у нас было есть ФСБ? Федеральная служба безопасности, она понятия не имеет о том, что такое безопасность, а безопасность это безрисковая деятельность. И какая безопасность должна быть доминирующей, то есть главенствующей. Главенствующая безопасность есть безопасность правовая. а у нас дураков пруд-пруди. вот я сейчас занимаюсь определенным делом. Председатель арбитражного суда Галина Валентиновна Чердинцева, дура с дипломом юриста. Заинтересуется кто? Обращайтесь, буду пояснять. Кстати говоря, я пришел к пониманию того, что у нас ни один суд в Российской Федерации не является законным. Вот так. Повторял, повторяю и буду повторять. А Путин этого не понимает. А почему? Окружение у него дурацкое, а его удовлетворяет почему-то. Он говорит, если этих дураков я уволю, то кто будет работать? Ну, другие дураки придут. А там, глядишь, и я, может быть, проскользну. Не дурак. Очень далеко не дурак я. Нет, тоже предлагаю сегодня поговорить отдельно. А также о современных подходах к преподаванию таких базовых предметов, как история, русский язык, литература, культура народов России, астана. русский язык испохабили английским языком, латынью, греческим языком и прочей хренью. Русский язык утонул в кастингах и во всем прочем. Почему мы должны произносить английские слова? Мне очень интересно. У меня даже шутка такая образовалась. Буквы у вас, я говорю, латинские, а язык английский. Как это? Буквы латинские, а язык английский. Буквы латинские, а язык французский. Очень интересно. И это называется просвещенная Европа. Идем дальше. Вот 5 минут у меня осталось. Третье. Отдельная тема. Это все, что связано с военно-патриотическим воспитанием. В полной мере это относится и к воинской подготовке молодого поколения. Да. К повышению общественного престижа. Воинская подготовка. Наполевательские относятся к собственному здоровью. Мы часто задаемся вопросом, о чем мы так живем мало? Почему у нас такая продолжительность жизни не высокая? Конечно, прежде всего социальный вопрос, но социальный вопрос, Путин. Путин, социальный вопрос, социум, что это такое? Опять нерусское слово. По-русски надо говорить. Общество, общественный вопрос. И пропаганда здорового образа жизни. О, здоровый образ жизни, спорт. Да. Пришел боксом заниматься, надавали по башке. А, ну ладно, не буду. Про Путина хотел сказать. Он тоже швыряет своих на татами. Играет не последнюю роль. Не последнюю. И в заключение хочу сказать следующее. Мы рассчитываем на молодых граждан России. Разумеется, мы рассчитываем на молодых граждан. На кого еще рассчитывать? На молодых и говорит, я имею высшее образование. А я вот спрашиваю, скажи мне, что такое логика? И он упал, как ты же говоришь, ниже плинтуса. Не дают ему понятия, что такое логика. А тем боли не дают понятия, что такое право. А ты говоришь, на молодых надо опираться. Обопрись. Будущее за ними. На их идеи, энергию, амбиции, желание добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда... У них одна только амбиция, один опломб. Повстречали тебя где-то на дороге, по башке надавали, вот и всё. Вовсе амбиция. Кто-то устроит получше, а работать и добиваться успеха. Патриотизм это не просто красивые слова, патриотизм это прежде всего дело. Вот очень тут ты хорошо говоришь, но только не досказываешь, не досказываешь. Патриотизм... Служение своей Родине. Вот патриотизм это служение Родине. Стране, России, своему народу. Да. И об этом никогда нельзя забывать. Обсуждение чрезвычайно важной для нашей страны проблемы. И оно настолько многообразно. В разных выступлениях звучали все эти составляющие. Это образование дополнительное. В то время занимались идеологические подразделения КПСС. И они пронизывали всю государственную структу сверху донизу. Вот. Это было одно из определяющих направлений деятельности партии. Но это все было в высшей степени идеологизировано. Сегодня у нас нет монополии на идеологии, но нас вместе с водой и ребенком выплеснули. Нас вообще перестали заниматься патриотизмом. Вообще патриотизмом не занимаетесь. В Российской империи это делало церковь. Это делали и православные священники, это делали и... Вот ты окружил себя православными священниками, еврейскими священниками. А толку от этого ноль. Одна идеология. Твой православный священник занимается торговлей. А ты хочешь ему поклоны бить, свечку держишь. Ну, ладно, уважаемые товарищи, время уже заканчивать. Вы посмотрели, я вам показал. Дал хоть малые, но комментарии дал определенные. И на этом я заканчиваю. Все, до свидания. Редактор субтитров